Праздник к нам приходит. В эти выходные главные улицы столицы были отданы новогодним персонажам и автомобилям. Парад сеношествия вновь вернулся в столицу Чувашии. Прямо за моей спиной Деды Морозы, Снегурочки, Снеговики, Снежинки и другие сказочные персонажи. А все потому, что в столице Чувашии сегодня проходит грандиозный новогодний парад в сеношествии. Участниками парада могли стать абсолютно все желающие, независимо от возраста. Около 15 тысяч чебоксарцев приняли участие в костюмированном шествии. Волшебная делегация под звуки новогоднего оркестра внесла в город праздничное настроение. Сегодня большое обширное мероприятие и надо принять в нем участие в общем шествии Дедов Морозов. Все подогнано по размеру, смотрите, даже в плечах, даже здесь. Борода. Все это, конечно, только не дергать. С Новым годом всех! Поздравляем, счастья, радости желаем. Пусть и беды останутся в прошлом году. Я настроена на победу, жду подарков Деда Мороза. Снегурочка Деда Мороз – это как традиционно. И захотелось что-то, какого-то новшества. Потому что русская матрешка – это русский дух. И наша русская душа, она всегда широка. И гуляет по полной программе. Я – синяя коза. Несу счастье, удачу и здоровье. Я – внучка, а это правнучка Деда Мороза. За окном ложится снег. Снег пушистый, новогодний. В зале музыка и смех. Детский бал у нас сегодня. К грандиозному празднику готовились и жители, и муниципальные учреждения. Кроме костюмов, многие подготовили и машины. В параде участвовали тракторы, мусоровозы и квадроциклы. Именно такие декорированные машины и возглавили новогодний автокарнавал. Владельцы железных коней потрудились на славу и украсили свой транспорт в новогодней тематике. Здесь летала стрекоза, дымила печка Емели и бежали три белых коня. Снегурочка предлагала всем прокатиться на настоящей карете. Деды Морозы сами скакали на лошадях. И даже мороз на улице никак не влиял на настроение участников карнавала. Я снежная королева. Заморозили нам погоду вы? Естественно. Знаешь, что кто? Почему? Да потому что женился. Да не провинился, у нас зима. Так что оно идет как по правилам. Мы играем за добро, чтобы вот тут тоже мы решили Дед Морозу со снегурочкой. У нас еще снегурочка есть очень красивая. С охраной сегодня пустить такая толпа, кто знает, может быть и украдут. Ой, Ясень, самая красивая, самая обаятельная. Женщина в самом расцвете сил. Баба Яга, то бишь? Да-да, она сама. Баба Яга не замерзла? Ой, нет. Настроение отличное. Шикарно. Все шикарно. Вот думаю, где погадить? Все нашествие завершилось на Красной площади песенным марафоном. Легендарные хиты вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня» объединили зрителей разных поколений. Я хочу выразить слова благодарности организаторам, всем тем, кто участвовал в этом мероприятии, чтобы Новый год всем встретить в хорошем настроении. Счастья вам, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. От всей души хочется пожелать, чтобы то настроение, которое сегодня нас всех объединяет, этот позитив, оптимизм и вера в лучшее, безусловно, был внутри нас весь следующий 2015 год. Все нашествие – это на время забытая традиция, которую в этом году решили возобновить. Кстати, новогодний парад прошел при информационной поддержке национальной телерадиокомпании «Чуваши». Все нашествие на большой сказочный новогодний карнавал, где каждый мог себя проявить, прийти в костюме Деда Мороза-Снегурочки, сказочного персонажа, нарядить свою машину, поучаствовать в автокарнавале и почувствовать это новогоднее настроение, которое вот здесь прямо просто плещет на площади. В ходе праздничной новогодней программы состоялась церемония награждения победителей конкурса карнавальных костюмов и декорированных автомобилей. Так в номинации «Самая новогодняя семья» победителями стала семья Мартыновых. Мы просто так неожиданно собрались, вообще просто у нас только тело, да, но мы отложили их, но мы вообще самые счастливые, что мы просто выиграли, что у нас самый главный Дед Морозик. Среди всех зарегистрированных, а их было около тысячи человек, путем случайного отбора выбрали самый лучший карнавальный костюм. И приз путевку в Сочи получила девушка в костюме лисички. А среди сказочного автокортежа самые лучшие признали машину с тремя белыми механическими конями. Именно ей в качестве приза достались 500 литров бензина. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Расиль Мухаммедов, Республика.